Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. В Деяниях святых апостолов в 5 главе описывается загадочное событие, которое произошло с Ананией и его женой Сапфирой. В связи с этим моментом возникло несколько вопросов. Является ли то, что сделал Анания, хулой на святаго Духа? Второе. Является случившееся с Ананией не только божественным правосудием, но и божественной милостью. Апостол Петр Анании сказал, что «ты солгал Богу, солгавшую Духу Святому». Вот такой смысл того, что говорит апостол Петр Анании. И в первенствующей церкви, в которой все было насыщено Духом Святым, и где никто не называл ничего своим, а все приносил к ногам апостолов, не было места никакой лжи. Анании и Сапфира хотели выглядеть как ученики Христовы, при этом не ставшие ими полностью. И в этом была страшная ложь. Они думали, что можно обмануть Бога, Духа Святаго, который живет в церкви. Конечно, это была хула на Духу Святаго. Конечно, они не понимали, кто он. Разве может что-то утаиться от Господа? И наказание Божие было таково, что они умерли. Была ли в этом милость Божия по отношению к остальным? Потому что эти люди с этой ложью в сердце и в уме, оставшиеся в церкви и почитаемые за праведников, конечно, этот яд лжи принесли бы в свои отношения с другими братьями и сестрами, молодыми христианами. И, конечно, отравили бы их. Не твое ли было то, что ты утаил, спрашивает апостол Петр? И мы вспоминаем, как однажды Василий Великий встретил сенатора, который раздал почти все свое имение, ушел в монастырь, но при этом некую часть утаил и закопал. И вот святителю было это открыто. Он сказал, ты и монахом не стал, и сенатором перестал быть. Зачем ты пошел этим путем? То есть, если человек остался уповающим на что-то другое, кроме Господа, при этом назвал себя уповающим только на Господа, конечно, он пытается обмануть и Бога, и ближних. И таким людям не место в первенствующей церкви было. Там не могло быть никакой неправды. И сейчас не должно быть никакой неправды. Но ты просто скажи, что вот это я могу принести и отдать. А вот это я хочу оставить себе. И тогда не будет никакого греха. Но при этом не надо лгать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.